Девушки отдыхают Давай не будем друг другу врать, а поговорим как друзья. Все, что я скажу тебе, ты и сам знаешь. Только не всегда можешь себе признаться, что это так. Девушки отдыхают И вы подсознательно понимали, что вы можете оказаться на подоконнике и за окном? Ну да, я их боялась, боялась подойти, я боялась. Вы вызвали скорую помощь? Да, на второй день. На первый день у вас прошло, свет включили и до утра вы более-менее успокоились? Да, я поняла, что света они боятся, мне так казалось, что я свет включила и до утра уснуть я не могла, скажем так. Бессонница была? Да, но свет горел и я их уже не видела. А на второй день продолжилось это все? На второй день получается, как бы я боялась, вот мне в окно показывались они, вот прям стоят фигуры, меняются, как бы, вот они, ну вот, видела их на второй день. Вы уже решили вызывать скорую помощь? Да, мы решили вызывать. И вас приехали врачи и отвезли туда? Да. Вы прошли лечение, сейчас вы себя благополучно чувствуете, да? Вы настроены прекратить употребление алкоголя? Вы понимаете, что это чревато суицидальными действиями, когда вы просто можете в это окно за девочками выйти? Да. Да? Да. Ну, будем вам помогать. Спасибо. Если сегодня мы затронули тему алкогольных психозов, то я должен сказать, что они сопровождаются обманами восприятия, обманами зрительного и слухового анализатора. Эти обманы сопровождаются галлюцинациями, зрительными и слуховыми. В первую очередь развиваются зрительные галлюцинации, когда человек видит то, чего на самом деле не существует. Но зрительные галлюцинации не всегда приводят к трагическим последствиям. А вот когда развиваются слуховые галлюцинации на фоне зрительной галлюцинации, вот тогда человеку угрожает действительно опасность. На фоне зрительной галлюцинации, когда человек испуган происходящими событиями, которые в его голове происходят вне зависимости от того, где он находится, присоединяются слуховые галлюцинации директивного типа. Директивные слуховые галлюцинации это очень тяжелое осложнение, которое характеризуется приказами извне, которые человек явно слышит сбоку или сзади. И эти голоса никогда ничего хорошего не приказывают. Самое страшное и самое ужасное. Они навязывают те действия, которые человек должен выполнить. И находясь в плену у этих голосов, человек их действительно выполняет. И сегодняшнюю нашу пациенту спасло от трагического исхода именно то, что у нее не успели развиться слуховые галлюцинации, так как она сама поняла, что в темноте эти галлюцинации усиливаются. И благодаря тому, что она включила свет и дожидалась уже приезда скорой помощи при свете, это ей спасло жизнь. А иначе, четвертый этаж. Девочки, которые приходят, зовут ее на подоконник. Зовут ее выйти в окно. Чем бы это закончилось, вы можете представить сами. И в конце хочется добавить, что при алкогольных эпилептических статусах человек амнезирует те события, которые с ним происходили. То есть он их не помнит. А при зрительных и слуховых галлюцинациях человек все это прекрасно помнит. Причем помнит это длительное время. Люди, которые обладают художественными способностями, они даже могут изобразить те галлюцинации зрительные, которые они видели в цвете. Алкогольные психозы и эпилептические статусы в результате интоксикации и абстиненции на сегодняшний день являются самыми грозными осложнениями хронического алкоголизма. И по статистике в результате их развития довольно часто возникают летальные исходы. Субтитры создавал DimaTorzok